Здравствуйте! В эфире Первого Балтийского канала «Информационная служба». И, как всегда, в это время мы расскажем вам о самых последних событиях дня в нашей стране. Конец эпохи. Старожилы от социал-демократов покинули партию и будут работать в связке с правящими аграриями. Заживем, как в Швейцарии. Власти, бизнесы, профсоюзы подписали национальный план улучшения жизни в Литве. На рекламу «Непостроенная» в Висагинской АЭС потратили миллион евро. Начинается громкий судебный процесс о хищении госсредств. В Литве слишком много учителей, а детей поздно отдают в школу. Какой может стать модель будущей системы среднего образования? Целители, колдуны, знахари. В Министерстве здравоохранения задумались о регламентировании нетрадиционной медицины. Об этих и других новостях более подробно. Конец эпохи. Так лидер левого фланга назвал развязку драмы вокруг бунтарей в парламенте. На выходных без партийного билета остались 9 ветеранов Сейма, отказавшихся уйти от власти вопреки решению партии. Лидер социал-демократов Гинтаутас Полуцкас объявила о начале новой политической эпохи, тогда как бунтари дали понять, что это еще не конец. Такой раскол в литовской политике случался, но в неспокойные 90-е. Так что можно сказать смело, в эпоху нового времени такого еще не было. Все это – имена парламентских старожилов и бывших министров, которые почти после трех десятилетий на вершине партийной пирамиды Сейсдемов заявили о своем уходе. Сделали они это добровольно и тем самым избежали судьбы еще одного патриарха – Антана Савинкуса. Того в эту субботу выкинул партийный совет за участие в коалиционной сделке с аграриями вопреки воле партии. Теперь уже беспартийный депутат Шалашевичути заверила, что пошла на такой шаг не из личных интересов. «Мы все решили, что хотим работать и хотим стремиться к результатам, а также выполнять обязательства перед избирателями и быть ответственным перед своей совестью. Мы прекрасно знаем, что работа в оппозиции не даёт таких результатов, как хотелось бы». Экс-министр здравоохранения добавила, что она и её сторонники не собираются уходить из Сейма и жарко дискутирует, под каким именем продолжит работу фракция бывших Сатсдемов. Между тем политологи говорят о настоящей революции и конфликте поколений в старейшей партии Литвы. Победивший в этой схватке молодой председатель Гинтултас Палускас в субботу заявил, что его партия, цитата, рождается заново. «Сегодня уход наших друзей с огромным опытом, 30-ю годами партийного стажа, опытом работы премьер-министром за плечами, символизирует конец эпохи. Тем не менее, я никогда не соглашусь, что можно играть с демократией, ею манипулировать и что партийные отделения – заложники непонимания и личных интересов председателя. И всё же ставить точку в этой драме пока ещё рано». Не успев хлопнуть с дверью, экс-премьер Киркелос заявил, что собирается возобновить членство в партии через два года, что разрешает устав. А вот обозреватели уже хоронят карьеру непокорных политиков и говорят, что на волоске повисло и хрупкое парламентское большинство. После всех потрясений в рядах Сатсдемов напрашивается вопрос, поддерживает ли коалицию необходимый 71 народный избранник. Разбираться в этом депутаты будут на завтрашнем пленарном заседании. Сергей Шалкин, Аудрис Андреяускас, Первый Балтийский канал. Сегодня в здании правительства был подписан, как его называют сами политики, исторический документ – национальное соглашение об обязательных реформах в ряде секторов. Власть, бизнесы и профсоюзы договорились о правилах, которые должны резко изменить жизнь страны в лучшую сторону. Договорённость об обязательных реформах – это документ доверия и сотрудничества между разными секторами – властями, работниками, работодателями и инвесторами. В документе говорится, например, об улучшении качества услуг, усилении социального диалога, об улучшении качества образования. Подписание соглашения – это будущее принятие решений на основе компромисса и консенсуса. Я рад, что это не пустое соглашение, мы его осуществим. Я считаю, что целью этой договорённости является социальный диалог. Что это такое? Это декларация сторон о повышении благосостояния путём увеличения зарплат, изменения налоговой системы и множестве других инструментов, которые, как пошутили сегодня в куларах правительства, сделают жизнь в Литве, как в Швейцарии. Все подписанты позитивно отозвались о составленном документе. Даже самые ярые критики правительства – профсоюзные организации. Раньше мы топтались на месте, пытались все проблемы решить разом, оказывали давление на власти. Это соглашение всё меняет. Сегодня медики грозили вам протестом. Отмечу, что сегодня проводятся реформы в дорожном секторе, коммунальном хозяйстве. Сами люди стали активнее. Благодаря этому соглашению, я думаю, мы сможем договориться. В первом квартале следующего года Сейму будет представлен законопроект об общественных закупках и об участии в них компаний в зависимости от зарплат работников. Кроме того, в договоре звучит просьба к работникам вступать в ряды профсоюзов, а к бизнесменам – в ряды бизнес-ассоциаций. И ещё, согласно договорённости, планируется развить позитивное мнение о бизнесе и обеспечить сбалансированное внедрение на рынок труда рабочей силы из других стран. Я подписывал в своё время массу манифестов, договорённостей. 75% из них фактически пустые, с общими фразами. Сегодняшнее соглашение – одно из немногих, описывающее цели. Сегодня мы живём в сложный период и очень интересное время. Я поддерживаю эту инициативу и считаю, что нашему сообществу она необходима. Нам необходимо реформировать систему образования. Следует изменить общественное управление. Вспомнила анекдот о том, как Чапаев поехал играть в карты в Англию, а ему сказали, что мы верим на слово. Тут у него карта и пошла. Я думаю, что подписав это соглашение, мы будем его придерживаться. Надеюсь, правительство осуществит намеченные реформы до окончания своего срока полномочий. Считаю, что Литва, несомненно, станет Швейцарией. Трёхсторонний договор подписан. Осталось дело за малым – реализовать всё, что наметили и пообещали. По планам правительство намерено образовать специальную контрольную службу, которая будет ответственна за выполнение описанных обязательств. Ирина Высокович, Мартина Свитбелес, Первый Балтийский канал. А Европейское статистическое агентство «Евростат» сегодня огласило очередные данные о бедности в Евросоюзе в прошлом, в 2016 году. В Литве этот показатель продолжает расти. Уже свыше 30% жителей Литвы было за чертой бедности, и это был один из самых высоких показателей в Европе. Сравнивая данные 2008 и прошлого года, уровень увеличился на 1,8 пункта. Этот показатель был выше только в Болгарии, Румынии и в Греции. В Латвии за чертой бедности было 28,5% жителей, в Эстонии 24,4%, а в среднем в Евросоюзе 23,4%. Тем временем, в Семьи Литвы зреет законопроект, согласно которому предлагается ограничить деятельность инвесторов с Востока. Автор идей уверен, что такие компании могут приходить в Литву, в том числе ради ослабления национальной безопасности. Член парламентской фракции Союза Отечества христианских демократов Литвы Лаурина Скачёнос представил поправки к уже рассматриваемому законопроекту о предприятиях и оборудовании, имеющих стратегическое значение для национальной безопасности. Политик предлагает предусмотреть, чтобы при вложении инвестиций в предприятия, имеющих стратегическое значение для национальной безопасности, в стратегически важные секторы или при планировании деятельности возле объектов со стратегическим значением оценивались нынешние или прошлые связи инвестора не только с учреждениями зарубежных стран, но и с физическими и юридическими лицами тех стран. Другими словами, если у компании, например, российская прописка, то строить в Литве, к примеру, завод у военного аэродрома в Чауляй не дадут, как и крупный дата-центр по хранению информации. Это же касается и европейских предприятий, которые, например, связаны с физическими лицами из России. К примеру, при действии такого закона немецкий концерн Нукем, который принадлежит россиянам, не мог бы заниматься работами по демонтажу остановленной Игнолинской АЭС. Подписант Акта о независимости Литвы, а ныне яркий критик литовской политической системы, за что его в СМИ неоднократно называли прокривлевским Зигмос Вайшвилла, обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой начать досудебное расследование в отношении руководителей главных спецслужб Литвы. Департамента госбезопасности и второго департамента оперативных служб при Министерстве обороны. Причина – упоминание его и ряда соратников в отчете об угрозах Литве за 2015 год. Предпосредний отчет об угрозах Литве за 2015 год – история уже старая и подзабытая. Но не для подписанта Акта о независимости, а в начале 90-х годов по иронии судьбы возглавлявшего ДГБ Зигмоса Вайшвиллы. Почти два года политик пытался засудить руководителя госдепартамента Дарюса Яунишкиса и его коллегу из контрразведки Арвидаса Щупариса. Причина – упоминание фамилии Вайшвиллы и ряда его соратников в негативном контексте в отчете об угрозах Литве за 2015 год. Политик тщетно пытался подать в суд в частном порядке, но получил официальный ответ, что за такого рода разбирательство отвечает прокуратура. Напомним, спецслужбы страны практически никогда не указывают, почему та или иная персона или организация помещена в список угроз нацбезопасности. Причины кажутся понятными. Все же это секретная информация. В списке – значит, есть за что. И точка. Но Вайшвилла все же написал запрос в ДГБ и получил ответ. Слушайте внимательно. Сейчас будет фантастика. С начала 2014 года по 1 марта 2016 года «В российских СМИ было 15 тысяч упоминаний обо мне». Для сравнения, за тот же период времени на тот момент председатель Сейма Литвы Лурета Грожжиненя цитировалось 18 тысяч раз, а мэр Вильнюса Ремигиус Чемачус – 9 тысяч раз. Политик уверен, что ДГБ проговорился. Попасть в отчет об угрозах, подозревает он, можно простым способом. Всего лишь засветиться в российских СМИ. А попасть в них, кажется, действительно несложно. Мы проверили. Только за прошедшую неделю президент Литвы Даля Грибоскайте цитировалось в российских СМИ или в СМИ на русском языке в 150 материалах. Премьер Саурис Сквернярис за неделю в почти полсотни публикаций. Глава парламента Виктор Аспранцкетис в свыше 20. Сам Вайшвилла упомянут лишь в одной публикации. Денис Тарасенко, Сергей Шалкин, Аудрис Андреяускас, Первый Балтийский канал. Начинается громкий судебный процесс вокруг возможной нецелевой растраты почти одного миллиона евро, который был потрачен на рекламу несуществующей Висагинской атомной станции. Показания даст и бывший генеральный директор этого так и не начавшегося проекта. Висагинской АЭС нет и никогда не было. А вот юридическое лицо было зарегистрировано давно, как только правительство Андреуса Кубилюса начало активно продвигать проект строительства новой станции возле закрытой Игнолинской АЭС. Как известно, жители на референдуме высказались против проекта. Да и с японцами договориться окончательно не удалось. Но у этого государственного юридического лица был свой персонал и руководитель. Римонтас Уайткус, бывший генеральный директор предприятия Висагинская АЭС. За несколько месяцев с сентября 2012 года по январь 2013 года госпредприятие, возможно, по непрозрачной схеме и без конкурсов, заказало компании общественных связей вещую рищу партнерей рекламы на 905 822 евро. Сейчас эта компания уже сменила название и именуется «Фабула Хилл Ноутон Стратегис». Уайткус, который на данный момент возглавляет компанию «Вильнюс Балтый», свою вину отрицает. Однако свою позицию в суде обещает представить только после опроса всех свидетелей. В Литве избыток высших школ, а в средних школах меньше учащихся на одного учителя, чем в среднем по ЕС. Такие выводы западных экспертов сегодня вновь звучали в Вильнюсе вместе с советами по улучшению качества знаний школьников и педагогов. Образование в Литве доступно для всех и каждого, но результаты до европейского уровня не дотягивают, заключил гость из Парижа. При этом в классах у нас меньше учеников, чем в среднем в странах ЕС. Но это не повышает качество обучения. Может быть, поздно стартуем? «Сейчас у вас ведутся споры с шести или семи лет начинать учёбу. Могу сказать, что в большинстве стран Европы в школы идут с шести лет и склоняются к более раннему обучению, начиная с пяти, даже с четырёх лет. Но кроме возраста важно, чтобы различия между дошкольным и школьным образованием были не столь радикальны». «Чтобы ребёнок легко перешёл из детсада в школу, нужно иначе готовить учителей», – откровенничал гость. Причём проблема не только в финансах. Кроме зарплаты, учитель нуждается в багаже знаний – свежих и обновляемых. Но и в умении их преподнести интересно. «Это связано с тем, что учитель – финансово непривлекательная профессия в Литве. Но не так сложно повысить заработки учителей, как сделать преподавание более привлекательным интеллектуально. Учитель должен сам формировать свой практический опыт, а не ждать, когда ему скажут, что надо делать». «Этот совет был бы к месту, будь у нас конкурс на должность учителя», – мягко заметили гостю. Пока же в школах Литвы педагоги в среднем заметно старше своих европейских коллег. И молодёжь не спешит на замену, особенно в деревнях. «Свыше 50% учителей в Литве старше 50 лет. А молодых педагогов, готовых пополнить новое поколение учителей, очень немного. Одна из причин – разница между зарплатами давно работающих и начинающих учителей огромная. К тому же учителям платят лишь за уроки, а подготовка и самообразование пока без оплаты». Две трети учителей в Литве всё ещё предпочитают пассивные методы обучения. Прочитать, пересказать, задают на дом даже по этике. Такие выводы летом представили наши литовские проверяющие от Министерства просвещения. Что до советов экспертов ЕС, у нас привыкли им следовать беспрекословно и буквально. Сказано удлинить учебный год – удлинили. В первый класс шести лет – будет сделано. За укрупнением классов, как видно, дело не станет. А уж потом можем вместе порассуждать, как сделать уроки в школе желанными и интересными. И для детей, и для взрослых. Наталья Гавришова, Мартина Свитспелес, Первый Балтийский канал. Продолжаем нашу программу. В Вильнюсе должно быть два полноценных автовокзала. А существующий сегодня единственный, который, кроме прочего, контролируется частным капиталом, находится в неудовлетворительном состоянии. Так заявил сегодня столичный градоначальник. В литовской столице должно быть два автовокзала. Тем более, что город не может заставить предпринимателей должным образом обустроить имеющийся автовокзал, говорит мэр Вильнюса Ремигиус Чемачус. Находящийся сейчас в частных руках зависимый от Лукоил автовокзал, на мой взгляд, не в лучшем состоянии. Он должен быть совершенно на другом уровне. К сожалению, частный владелец не способен принять необходимые решения. Другая причина. Для города такого размера, как Вильнюс, логично иметь второй автовокзал. Я хочу подчеркнуть, второй автовокзал – это непринудительное закрытие, потому что вокзал частный. Но потребность во втором автовокзале есть, сказал агентству БНС Чемачус. Находящийся в центре города автовокзал контролирует предприниматель Андрей Полейчик, сын бывшего главы сети заправочных станций Лукоил Балтия Ивана Полейчика. В парламенте разгораются страсти по поводу так называемой альтернативной медицины. Власти убеждены, что лечение травами и пиявками порой наносит больше вреда, чем пользы, и собираются взять эту область медицины под свой контроль. Но, впрочем, нетрадиционная медицина – это не только знахари, но и целители, колдуны и прочие шаманы. Не окажутся ли шарлатаны в законном поле, выяснял наш корреспондент Сергей Шалкин. В Сейме уже долгие годы не утихают споры, как поступать с нетрадиционными способами лечения, регламентировать законом или, как сейчас, оставить практически без присмотра. Министр здравоохранения Аурелию Свирига сегодня заявил, что лучше создать систему квалификации для всевозможных лекарей и травников, чем разрешать кому угодно лечить людей. Мол, сейчас жертвам шарлатанов говорят лишь одно – сами виноваты. Пора бы уже договориться насчет регламентирования и привести в порядок систему, по которой признается квалификация этих специалистов. Вместе с этим и пациенты получат некоторые права, которые позже позволят защищаться в случае нежелательных последствий. Министр предлагает выход – позволить регулировать альтернативную медицину новому учреждению таких специалистов, а их заставить отчитываться перед Минздравом. Призвал к решительным действиям и глава Ассоциации фитотерапевтов Йозас Руаля, так как самозванцы, по его словам, отправляют в мир иной всё больше своих пациентов. Оставив всё на самотёк, мы уже отправили в могилы у сириями самоучек и шарлатанов тысячи людей. Один человек устранял рак, который необходимо удалять хирургическим путём, с помощью золотого уса. Останавливал рост опухоли, хотя в этом растении и нет никаких веществ против рака. Попросту дурачил людей. «Как бы там ни было, приравнять лекаря к врачу на уровне закона – решение радикальное. Но только так можно заставить всех специалистов нести ответственность за пациента», – позже заверил Верига. Главное, чтобы польза нетрадиционного лечения, будь то травяные чаи или пиявки, была подкреплена наукой. В свою очередь депутат и бывший министр здравоохранения Римонте Шалашевичуте понадеялась, что парламент решит судьбу этой области медицины не позже весны. Сергей Шалкин, Аудрис Андреяускас, Первый Балтийский канал. Это все основные события, о которых мы успели вам сегодня рассказать. По окончании новостного блока вас ждёт премьера – телесериал «Гостиница России». Я же с вами прощаюсь. Желаю вам крепкого здоровья, всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин